друзья мы нашли такое место здесь так прохладно у нас очень жарко и хочу сказать вам что это опять сюрприз от хуберта он нашел совершенно потрясающий дом где продают вот такой вот антиквариат очень много поэтому помещение поэтому будет наверное видео 2 разные фигурки это современная к антику отношения не имеет смотрите какая амбарная библейская книга старые фотографии я конечно спрошу сколько стоит я не знаю точно убертва что-то нашел смотрите какие старые бумаги я спрошу по крайней мере сколько это может стоить ну вот прайс кстати вот восемь евро но фраган вас костофе такой вот шкафчик смотрите люди так это колоссальный труд ребята создать вот из старого дома собрать привезти такая вот картина собрать привезти и все это расставить немецкий солдат чей-то сын да теперь это уже история вас хуберту зовские хуберт нашел вот такую тарелочку прайсов здесь конечно нет я думаю что это что это что это просто вот та тарелка кобальтовая было скорее всего куплено и привезли на самым отдано это библия я а у меня фраган я вен зертую хуберт вот такие вот красивые открытки о том что посмотрите какая прелесть здесь есть интересная ау это губертугальт ничего не хочу купить Я спрашиваю, как это делать. Хорошо. Конечно же, это... Это находится в деревне. Вот, 75 евро стоит. То есть не 2 евро, как многие думают, что я покупаю за копейки и продаю. Нет, хорошая вещь сейчас не стоит копейки абсолютно. Но это музей просто, ребят. Мы, конечно, надумываем, что сегодня просто сделаем. Молодцы, молодцы. Люди вот так создали. Такую красоту смогли. Изумительно просто. Сейчас мы посмотрим здесь. Такие вот картины. 22 евро вот такой большой бокал. Это деревня. И ехали мы специально. Вот такие вот открытки, старинные письма. Если есть, конечно, старинные письма. Вот, видите. Есть старинное письмо. Возможно, я его куплю. Не для фотографий. Возможно. не утверждаю, но рукой не очень удобно. 50-й год. Вот. Пока отложу его. Такой вот красивый секретер. И не менее красивые стулья. Чудно смотрюсь, да? С бантиком. И в маске, конечно, да. Ну, что поделаешь. Кстати, сегодня передали, что есть новые заболевшие. Ну, вот это мне нравится. Пока отложу. Там посмотрим. Красные коробочки. Здесь немножко, конечно, темновато, но что делать? Свет больше не включить никак. Ну, вот, пожалуйста. 22 евро. Я думаю, что это урановое стекло. И стоит оно здесь 22 евро. Важное, рей С permeable переигрывать. Так. Важная часть. Сейчас. Я currency. Очень красивый, кстати, стол. Ах, нет. Что ты хочешь поставить? Я сделаю это вот так. И... Мы прикручиваем это. 11 евро стоит, но... Смотрите, это очень красиво. Да, очень красиво, Hubert. Да, очень красиво. Я сделаю это вместе. Окей. Смотрите, у меня тоже? Нет. Нет. Или нет? Я думаю, что это не очень старый. Я не знаю. Я не знаю. Я не могу это показать, но это в каждой компании, в которой все остаются. Здесь есть эс и ай. Они конечно молодцы, они здесь... А, здесь туда, наверное, нельзя заходить. А то я сейчас зайду. Поднимаемся на второй этаж. Берем корзинку. Потрясающе. Посмотрите, какая атмосфера. Какие потолки. Какие шкафы. Ну, в общем, вы сами все видите. У нас есть время. Я не торопясь все это рассмотрю. Там какая-то картина просто. Чудесная рамка. Конечно, рамка мне больше нравится, чем сама картина. Так. Такое вот зеркало. Такая лесенка. Все, конечно, пыльное. Но это даже как-то, знаете, создает такой прям шарм, скажем так. Вот. Просто великолепная. Действительно антикварная. Я, наверное, сниму маску. Я потому что здесь одна. Ну и посмотрите. Вот еще одно старинное зеркало. Ну, это я. Без клейма чайник. Пускай Хоберт посмотрит. Чайник. Витражные стекла. Вот такая вот металлическая каска. Это со времен Первой мировой еще войны. И вот здесь просто потрясающие экспонаты. Я вам сейчас это покажу. Посмотрите, какой корабль. Ручная, естественно, работа. Грандиозная работа. Можно сказать, он где-то примерно метр. Просто невероятной красоты. Цилиндр. Обратите внимание на раму. Это картина вышитая. Тайна вечеря. И вот такой секретер. Если кого будет интересовать, я поставлю адрес. Очень большая площадь. Наверное, тысячи квадратных метров. Потому что несколько домов. Еще и на такой хале. А здесь даже ключики все сохранились. Невероятные. Стоит штампик изготовителя. Ой, мамочка, держите меня, как называется. Посмотрите, какая прелесть. Просто вот я не знаю. Это вот место действительно в музее. Сейчас я покажу вам поближе. Люди нашли. Действительно молодцы. Это грандиозный труд. Просто потрясающе. Вот такая тоже очень красивая тумбочка. Вот, наверное, я нуждаюсь вот в этой вот люстре. Сейчас я посмотрю ее. Если она в хорошем состоянии, мы ее возьмем. Еще сколько. Здесь, конечно, цены, как в антикварном магазине. Скажем так, да? То есть... Вы, как фламарк, ну, скажем, дорогой фламарк. Потому что, на самом деле, это все антиквариат. Даже не период... Не период двадцатого века. Видите, как сделано стульчик. Это альбом с фотографиями актеров. Такая вот... Такой вот саквояж. Я очень люблю сумки в форме саквояжа. Но, на самом деле, это не для носки. Это, действительно, как для декора. Вот эта красота сделана из дерева. Сейчас мы попробуем посмотреть поближе ее. Десять пятьдесят. Но я не думаю, что это старые. Бакелитовый телефон. Пятнадцать. Фигурка, которая, ну, без клейма. И которая, ну, выполнялась не... ну, как кустарное производство. Назовем вещи своими именами. То есть, есть вещи, которые не ставилось клеймо. Но ты можешь определить, что это именитая вещь. То есть, вот маленькая... Там должно быть отверстие. Здесь огромное. Так что... Хуберт, битый короб. Хиаштейн, майнер? Я. Короб битый. Я натёрну. Он смеется, что я нуждаюсь в этой корзинке. Поднимаемся. Поднимаемся в ещё одну маленькую комнатку. Вот один стул 85 евро стоит. Антикварная кукла. Кстати, кукла ещё даже... Вот видите, прическа у неё такая, как у барышни. Кукла антикварная. Даже боюсь смотреть, сколько она стоит. А вот эта вот красотка невероятной красоты. Вот эта потрясающая старинная супница. Здесь стоит 34 евро. Она потрясающая, просто потрясающая. Это Велерой Эн Бох. И к ней ещё идут по отдельной стоимости. Каждая чашка стоит отдельно. Два вот таких блюда. Невероятной красоты, ребят. Просто невероятной. Мне, конечно, не очень удобно смотреть. Здесь фарфор, но Куберт, думаю, сейчас сам здесь будет наблюдать. Вот такие роскошные кружки стоят 26 евро. И это, поверьте, это нормальная цена, потому что вещи уникальные. А теперь мой любимый текстиль. Если кому интересно, я немножко здесь вот полазю. Вот такие были красивые наволочки. Все это натуральный хлопок. Но, возможно, я найду здесь итальянские кружева. Или красивые вышивки, которые вышиты не на машинке. Это машинная вышивка. Конечно, много вещей, которые вышиты на машинке. Так, мы сейчас подберём всё это. Причём, знаете, это вещи все накрахмаленные. То есть вот бывшие хозяюшки, посмотрите. Это вот скатерти, салфетки. Конечно, здесь немножко темновато, потому что... Ну, потому что это такое вот помещение даха под крышей, да, мансарда. И вот такие старинные часы. Ой, ну что, ребята, вот... Офицерский Российский или Советского Союза китель. Простите, а вы думаете? Хуберт, бита, кукон, я. Тюрины. Велероинбог. Ну, моя, кто? Посветы не скажешь? Вот здесь. Там вниз. Вот здесь. England. England? Я думаю, Велероинбог. Да? Велероинбог. Да, я говорю, что Велероинбог. Очень красиво здесь. Да, и Андрей тоже. Велероинбог. Да, это красавчик, да? Я. Вот видите, здесь очень много текстиля. Девочки, это нереально все пересмотреть, поэтому ладно, не будем останавливаться на текстиле. Да, здесь розенталь, обитая кукол. Очень приятно, но приятно. Да, это очень хороший приятно, но это нормально. Да, это нормально, да? Купер для тебя. Нет. Может быть, дома, да, но в нашей стране, в нашей стране, в нашей стране, в нашей стране, ты не можешь снять его, потому что они не видят, как он будет. Это проблема. В этом. В этом тоже? Да? Их динки, и я тоже. Да, и я. И эти? Старинная плиточка. Я помню, как было сложно достать эту импортную плитку. Ну, мне это тогда не касалось, я только все с краем уха слушала, что когда мама договаривалась, чтобы... Посмотрите, я вот сверху снимаю вам эту красоту. Вы знаете, несмотря на то, что пыльно и что это вот настолько уютно и... Ой, сейчас зашла хозяйка, я просто сказала, что я снимаю видео для моих родных, пришлось мне слукавить. Ну, что делать? Приходится как-то находить выходы, чтобы я могла снимать видео. Заглянем вот в этот шкафчик. Ну, не знаю, как вам, а у меня просто восторг неописуемый, что я попала сюда. Конечно, спасибо Хуберту, что он нашел. Он сидит, выискивает, куда можно поехать. Я бы, конечно, не нашла бы сроду. И без него я бы, конечно, не смогла вам все это показать. Поэтому дай бог здоровья Хуберту, что он... А мы с вами сейчас направимся вон туда. Даже вот здесь вот они не убирают такой вот... Не то, что мусор, да, а вот заплетение вот этих кустарников, они его не чистят. И это прям супер. Мне это нравится, потому что вот эта вот такая слегка... Такая припыленность, неубранность, это создает действительно такую атмосферу, как будто я попала в другой портал времени. Сейчас мы туда тоже заглянем. Потрясающе совершенно зеркало. А про комод я вообще молчу, ребят. Сколько он стоит? 320 евро. Он просто бомба. Он невероятно красивый. 320 евро. Невероятной красоты. Старая коляска. здесь такие хозяйские хозяйские es ist wieder rein das ist wieder rein auf und eventuell ist das auch noch das habe ich aber noch nicht gedreht посмотрите какая красота продолжаем показывать комоды столики все вот эту вот красоту да совершенно как будто переместился в другой промежуток времени jetzt kommt jetzt gucken kubbert ich mache video короче ночью сейчас так здесь Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Сколько этому кустарнику лет, да? Я думаю, что очень много. Хуберт укладывает выбранные нами вещи. Их немного, на самом деле. Но мы все равно что-то купили, потому что некрасиво идти и не купить. Теперь мы идем вот сюда. Посмотрим, что здесь. Это антикварный гарден. То есть здесь все для гардена. Старинные. Посмотрите, какие реклама. Реклама жевательных резинки. Здесь, конечно, все огромное. И такой вот легкий, конечно, бардачок. Здесь, конечно, руки у них немного не доходят, потому что, на самом деле, да, я понимаю, что все очень сложно объять. Но, тем не менее, Хуберт пока остался там. Я кое-что для себя нашла. Вот вязанки хвороста. Знаете, когда показывали сказку, такая старушка скрюченная и вот такой вот хворост вязанку. Хотя я думаю, что они сгорают же моментально. Вот такие красивые стулья. Ой, там лестница на второй этаж. Ну, что-то я как-то побаиваюсь. Ну, давайте поднимемся. О, если это возможно. Ребята, хозяйственное мыло. Представляете? Вы представляете? Поднимаемся наверх. Вот, Хуберт уже отставил этот подсвечник. Это Алика. Здесь, конечно, клондайк, ребята. Просто клондайк. Зер альта, Хуберт. Зер альта. Всевозможные картины, шкафы. Ну, чего здесь только ходики. Я даже не знаю. Вот, очень темно, но я... Может быть, вообще не снимать. Не знаю, будет ли вам что-то здесь видно. Сейчас попробую включить фонарик. К сожалению, ребята, когда я включаю камеру, мой фонарик гаснет. Я не знаю, в чем причина. Наверное, все-таки здесь не получится снять. Просто хочу показать вам такой роскошный светильник. Торшер, вернее. Просто он королевский. Что можно сказать? Я думаю, что это сороковые-пятьдесятые годы. Такое — дома. Можно это вз specifically vent을 можем в нее тор. И в counted прямо ничree. Что это было ris ball.